Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся к третьей главе книги «Исхода». Третья глава содержит целую кучу, прямо вот не перечесть, важнейших, удивительных и чрезвычайно сложных, серьезных вещей. Тут можно всякие превосходные степени эпитеты предлагать. Просто посмотрим, что в ней происходит. Начинается она с того, что Моисей по-прежнему пасет овец у Иофора. Все более или менее хорошо. Хозяйство, овцы, жена, дети. Но однажды повел стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И вот у Харива или Синая, куда как будто невзначай забредает Моисей со стадом, видит он нечто удивительное. Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Довольно много разных объяснений, что там с этим кустом было. То ли это некое колючее растение, в тканях которого большое количество эфирных масел, как в корке кожуре апельсина, и они на жаре испаряются, образуют такой колеблющийся ореол вокруг растения. А может быть они, а не, в самом деле эти эфирные масла горячие, там что-то могло на жаре опять же загореться. Может быть это нечто вообще неестественное, чудесное и удивительное. Какое больше нравится объяснение такое и бери. Заметьте, что с одной стороны чудо, а с другой стороны совершенно оно в сюжете повествования практически никакой роли не играет. Моисей обратил на это внимание. Вот он увидел этот куст, нечто необыкновенное. Как обычно говорят толкователи, это пламя, которое не уничтожает. Куст должен был бы сгореть, но облейте бензином, подождите какой-нибудь куст. Не надо этого делать, если это не борчевик. Значит, ну вот оно сгорит. А здесь этот самый куст горит и не сгорает. И вот такое, с одной стороны, опаляющее, необъяснимое, но не уничтожающее присутствие. Вот, собственно, что изображает этот символ. Толкователи говорят, снова скажу, что речь идет о том, как Бог присутствует в человеческом мире, как вот это вот пламя, не уничтожающее самого человека. И часто говорят о том, что это икона воплощения, ну и не сгорающим кустом, неопалимой купиной называют Пресвятую Богородицу. Что, конечно, вполне справедливо, без сомнения. Вот, но, понимаете, до какой степени преднамеренно предлагает этот образ автор, ну, сложно сказать. Тем не менее, ни что-нибудь другое, ни какой-нибудь там, не знаю, камень с ножками используется здесь. Да, чудо вот такое вот. Действительно, куст, горящий огнем и не сгорающий. Ангел Господень явился ему из среды Тернового куста. Он увидел, что куст горит огнем и не сгорает. Ну и Моисей идет посмотреть, идет посмотреть, что же там такое происходит, что это. И в этот момент начинает разговор с Моисеем, сам Бог. Вот, собственно, в книге «Исхода» впервые это происходит. Раньше в книге «Бытие Бога» разговаривал с людьми, с Авраамом, с другими. Вот здесь Бог обращается к Моисею. Проследим сюжет. Фараон, уничтожение евреев, обреченность на гибель, повивальные бабки, по совести, не дают этого сделать. Это не решение проблемы. Для решения Бог рождает Моисея. Моисей живет, растет, пытается по-человечески, человеческими средствами решить проблему зла и насилия, ничего не меняется. И вот теперь Бог к этому избранному, предуготованному им человеку обращается. Моисей, не сном, не духом, он совершенно не собирался делать то, к чему призывает его Бог. Но Бог обращается, к нему призывает и требуется от Моисея отклик. Собственно, разговор о том, что это Бог будет спасать народ. Бог будет выводить людей из рабства, из обреченности, на гибель, вот из всего того зла, которое описано в первых главах. Но для этого надо, чтобы хотя бы кто-нибудь откликнулся на Божий призыв и откликнулся более или менее добровольно, хотя Моисей в общем там пытается, как мы увидим дальше, отлынивать, увиливать, не соглашаться. Но тем не менее, вот что-то Моисей видит в этом горящем кусте, идет, подходит и Бог к нему обращается. Возвал к нему Бог из среды куста и сказал Моисей, Моисей, вот он обращается к нему по имени. И Моисей отвечает Богу, говорит, вот я, Господи, это я, вот я перед тобой, вот я, Господи. Подобного рода высказывания, говори, Господи, его служит раб твой, вот раб твой перед тобой. Довольно часто встречаются в библейской культуре, в частности, вот здесь. Моисей говорит, вот я, Господи, откликается на Божий призыв. И Бог говорит ему, сними обувь твою, с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Земля святая, то есть земля, которая принадлежит Богу. Собственно, в этом смысл слова святая. Это первое. Второе, она требует от человека благоговения, почтения к непостижимому Божьему, ну, или, скажем, к непостижимому проявлению Божьего присутствия. для библейской культуры Бог непостижим и невместим, и небеса небес подножия ног его, и не вмещают его, и земля подножия ног его, потому что Бог абсолютно иной, и ничто на земле не может его вместить. И для авторов, и читателей исхода вот эти вот все нимфы, ручья бесконечные, попытки заключить божественное в какие-нибудь деревянные скульптуры и тому подобное, вот это вот все вызывающее отвращение пантеистически разные идеи, идеи о богах имманентно присущих этому миру, вот это вот все противопоставлено в этой реальности языческой, этому противопоставлено представление о боге, который абсолютно другой. Но вот он в этом пламени горящего куста, и он из этого куста к Моисею обращается, и это невероятно, это присутствие чего-то абсолютно другого и неподвластного законам этого мира, что от человека требует в первую очередь уважения. Можете назвать это священным трепетом, и это будет правильно. Можно назвать это благоговением, и это будет правильно. Ну, в нашем с вами мире люди плохо знают, что такое священный трепет и благоговение. Поэтому, ну, можно попытаться воспользоваться словом уважения. Бог говорит Моисею, ты должен некоторым образом выразить это почтение к Богу. Это место принадлежит Богу, земля святая, место, где ты видишь это пламя и слышишь мой голос. Сними обувь твою с ног твоих. Такой очень простой жест именно почтения. На Древнем Востоке по-видимому это было некоторым знаком уважения к хозяину дома. Трудно сказать, насколько распространенным в ту эпоху, но тем не менее символ более или менее понятный. И вот Бог обращается к Моисею и говорит «Я Бог отцов твоих». Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он не говорит там Бог и Афора честью Моисея, хотя и Афор и его племя скорее всего чтут единого Бога, что вообще было неудивительно и довольно характерно для семитов. Бог говорит «Я Бог отцов твоих». И тогда Моисей еще закрывает лицо свое, потому что боится смотреть на Бога. Вот в этой первой части третьей главы мы видим призвание, мы видим отклик Моисея, чудо, с одной стороны необъяснимое, а с другой стороны ничего прямо супер сверх гипер экстраординарного, некоторые вещи, которые бывают. Вот в этот момент к сердцу Моисея Бог говорит, и наконец начало премудрости страх Господень. Вот первое, с чего начинается этот диалог, так как Бог Моисея призывает, Моисея откликается, Бог говорит о необходимости отнестись к его присутствию с благоговением, со священным трепетом, с убожением. Иначе Моисея не выжить. не то, чтобы для Бога это было важно, хотя мы не знаем, важно, неважно, трудно сказать, это было бы приписыванием Богу эмоциональных реакций человеческих, что, конечно, не есть правильно. Но традиция библейская говорит о том, что нарушение благоговения, неуважения к Богу губительно для самого человека. И не может человек увидеть Бога и не умереть, поэтому Моисея закрывает лицо свое, закрывает глаза, потому что вот это присутствие Бога, как в этом пламени горящего куста, оно в принципе для человека грешного губительно. Обратите внимание, здесь слово грешный ключевое. Теперь дальше с 7 стиха следующая часть драматически важное откровение, просто без которого вообще невозможно жить к человеку. Если его не знать, то хоть в петлю право слова. Бог говорит Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и иду избавить его. Услышал вопль его, знаю скорби его и иду избавить его и вывезти его из земли сей. Бог видит и слышит страдания, вопль скорби. Понимаете, вот Богу не все равно, Он откликается на это. Бог не согласен на скорбь и страдания, на этот вопль. Да, Бог слышит вопль и страдания народа, слышит, обращает на это внимание и идет избавить его. Ну, сколько разные люди пытались говорить, думать о том, что Бог устранился, Богу все равно, Бог не жалеет или всем там раздает по тяжести содеянного. Все это в лучшем случае полуправда. Ну, потому что антропоморфные образы, а авторы здесь фиксируют не антропоморфный образ, то, что не от человека идет, и это сострадание. Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе. Я услышал вопль народа моего в Египте. представление о божестве, как о бесстрастном ком-то, кто, сложив ручки на круглом пузике, как в каких-нибудь японских статуэтках, созерцает пустоту, вот это вот бесстрастие, все такое прочее, это клевета. Бог слышит вопль страдания народа своего. Потрясающе. Если этого не знать, зачем тогда жить и терпеть эти страдания? Но если мы знаем о том, что Бог слышит, и есть смысл вопить, и просить, и надеяться, и он сострадает, он жалеет людей, как Иисус, плачущий над гробом Лазаря, это еще раз повторю, фундаментальное откровение о Боге, без которого невозможно не только христианство, но вообще никакая жизнь невозможна. зло, смерть, грех, страдания побеждаются только тем, что Богу не все равно, он слышит и идет избавить, и идет избавить. И поэтому всегда нам есть чему радоваться, за что Бога благодарить. вот это его неглухота, это сострадание. Еще и еще раз повторю, одна из самых важных вещей, которые надо знать о Боге. Не особенности технические его внутреннего устройства, которые в конце концов умрем, увидим, а то, что Бог слышит вопль народа своего и идет избавить его. Для автора этой книги и для всей библейской культуры это одна из самых-самых важных и, кстати, неожиданных вещей. И вот Господь обращается с этим к Моисею и говорит, «Я выведу народ мой из этой земли, имеется в Египет, в землю хорошую, где течет молоко и мед, в землю там Хананеев, Хеттов, Амареев и так далее, и тому подобное, вот туда, на Ближний Восток, потому что вопль сынов Израилевых дошел на меня и я вижу угнетение, которым их угнетают, поэтому, говорит Бог, оказывается, Бог не собирается прояснести магическое заклинание, там, венгардиум левиоса или крибли корабли бумс, чтобы все сразу стало хорошо. Он Моисею говорит, поэтому иди в Египет, ты иди в Египет, я пошлю тебя к фараону и ты выведи из Египта народ моих сынов Израилевых. Моисея говорит, ну, здрасте, интересно, кто я такой, кто я, чтобы мне идти к фараону, да, это же, я же человек и только человек. гораздо более важная, чем кажется на первый взгляд вещь, тоже парадигматическая, тоже парадигма библейская. Я человек, это не звучит гордо, человек сам по себе это очень мало, и я не могу ничего сделать ни с фараоном, ни с Египтом, потому, что я человек, но человек устроен так, что с ним может быть Бог. И поэтому Господь говорит Моисею, я буду с тобой. Ты, конечно, человек, конечно, твой вопрос, кто я, чтобы мне идти к фараону, он правильный, и ответ на этот вопрос именно такой, как ты думаешь, ты никто, и нечего тебе ходить к фараону, вы с чем, но я буду с тобой. Чем определяется человеческое достоинство? Чем определяется вечное достоинство человека? Тем, что он ого-го натворил в истории или какие-то у него заслуги, или свойства, или мышцы он накачал, что там с ними делают, да, или еще чего-нибудь, огню, как у собаки, и глаз, как у орла. Нет, человеческое достоинство определяется тем, что с человеком, пусть немощным, слабым, ничтожным, может быть Бог. По отношению к Богу определяется, отсчитывается человеческое достоинство. Все мы сами по себе не лучше и не хуже друг друга, и с точностью плюс-минус лапы, наверное, одинаковые, может быть, хотя на самом деле тоже разные. Но в Боге человеческое величие. Люди, в общем, на это неохотно соглашаются, надо признать. Нам очень хочется, чтобы наше величие было в достижениях, в силах, вот, в помпезности вокруг нас. Только в Боге. Кто я, Господи, чтобы мне идти к фараону? Да не важно, кто ты, важно, что я буду с тобою. И это делает тебя достаточно великим, чтобы идти к фараону и у фараона что-то требовать. Вот. И вот тебе знамение. Знамение, знак, символ, знак, по которому Моисей узнает, что действительно все так, когда вы все-таки выйдете, вот это вот все произойдет, здесь, на этой горе, совершите мне служение Богу. То есть, когда Моисей выведет народ и дойдет до этой горы, и они начнут и будут совершать служение Богу, он тогда должен это вспомнить. Да, действительно, Бог мне говорил, что так будет. Вот такой вот знак, который в будущем. на этом откровения третьей главы не заканчиваются, потому что дальше автор помещает рассказ о том, что Моисей спрашивает Бога, вот, ну, хорошо, я пойду к сынам Израилевым. То есть, как будет дело с фараоном, ему ответили, я буду с тобой. Вот к сынам Израилевым-то я пойду и скажу им Бог отцов ваших, а они мне скажут, как ему имя, кто это такой этот Бог. Ну, потому что все это происходит в языческом контексте, некоторые, немногие и обычно слабые народы, пустынные какие-нибудь, вот, почитают одного Бога своего, как у семитов, такой был исходный монтеизм, подавляющее большинство самых культурных, почитают множество Богов и почитают, как правило, совершенно магическими средствами. Магия это тоже будет одной из важных тем Библии вообще и книги исхода в частности. Вот, какой такой Бог? Тут у египтян вокруг нас этих Богов пруд пруди. Вот меня спросят, кто такой этот Бог? Может быть, имеется в виду намек на реформу Эхнатона, но скорее все же нет. Как имя? это значит, что разговор о личности, о контакте между Богом и людьми, в котором к Богу обращаются по имени, в котором происходит диалог между личностями. Это тоже важно, потому потому что мы часто представляем себе некую божественную манную кашу, которая размазана по вселенной, у которой нет лица, ну и обычно ей абсолютно наплевать на нас и нашу жизнь в таких человеческих представлениях. «Как имя тебе?» «Возможен ли с тобой диалог?» Вот это откровение имени Божьего для авторов исхода, ну и вообще всего пятикнижия, и для позднейшей библейской культуры становится одной из форм присутствия Бога. Там, где произносится имя Божье, там, как в этом пламени горячего куста, Бог присутствует непостижимым образом, необъяснимым, загадочным, таинственным, сверхъестественным, но присутствует. И точно так же, как требуется благоговение перед этой тайной присутствия в пламени горячего куста, так и на самом деле присутствие Бога в его имени тоже требует такого же почтения, такого же благоговения, такого же священного трепета. Поэтому это имя не произносится об и кем и где попало, как потом будет дана об этом специальная заповедь. Но тем не менее здесь для автора важного и для читателей естественно то же, что Моисей спрашивает Бога, а как ему имя, что мне сказать им. И вот Бог говорит Моисею, я есть мсущий. Довольно много разных способов перевести на русский язык это самое «эхе, ашерэхе». Я это я. Самый может быть непонятный и в то же время самый простой ответ. Как имя тебе? Я это я. Имя это то, что отличает одного человека от другого. Бог один, его не от кого отличать. Поэтому никакого имени здесь не требуется. Это чтобы отличить Анубиса от Осириса, я не помню, это одно и то же или нет, неважно. Да, хорошо, там, чтобы отличить Анубиса от Венеры, требуются имена. Бог один, его не с кем сравнивать. Я это я. Есть я, который Бог и все остальное. Вот. Я есть тот, кто я есть. Я тот, кто существует. Обычно такой перевод подчеркивает, как понятно, абсолютность Божьего существования и относительность существования всего остального. Я тот, кто был и есть и грядет. В апокалипсисе вот эта формулировка я так говорит тот, который был и есть и грядет. Это тоже попытка передать смысл, перевести на греческий апокалипсис. вот это священное имя Божье. Я есть тот, кто я есть. Я тот, который был и есть и буду. Был, есть и грядет. Вот. Я это я. Как правило, в русских переводах не очень заметно, но все-таки это имя действительно быстро становится табуированным, становится святыней, которая не может произноситься, где попала и как попала, только в контексте почитания Бога и, самое главное, в контексте разговора с ним. Вот. Так скажется нам Израилю, сущий послал меня к вам. По большому счету можно сказать, ведь, что Бог уклоняется от ответа на вопрос Моисея, но, тем не менее, это сущий Яхве становится тем, пусть и не вполне прямым, но все-таки ответом, на котором базируются дальше все отношения человека с Богом. Вот это открытое имя, еще одно важнейшее откровение о Боге, которое содержится в третьей главе. Господь говорит, ты пойдешь к израильтянам, скажешь, сущий послал меня к вам, и вот имя мое навеки, памятование о мне из рода в род. Вот это имя Божье, нареченное над народом, из поколения в поколение. Точно так же будет храм сей, над которым наречено имя мое, гора, над которой, Божья, над которой наречено имя мое. Все то, над чем произнесено имя Божье, становится ему безраздельно принадлежащим. Вот поэтому Господь говорит, имя мое навеки и памятование обо мне в род и род. Имя Божье, нареченное над народом, становится, делает этот народ народом Божьим. Не просто этнической группой, кстати сказать, весьма вероятно разношерстной в этническом отношении. Не надо думать, что у них всех там в паспорте в пятом пункте было написано еврей. Там что попало было написано. Вот. Но над ними наречено имя Божье и это память о Боге в рот и род навсегда. Навсегда. как Бог потом скажет, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. И Моисею, продолжая, Господь говорит, собери старейшин, скажи, что вот Бог Авраама, Исаака, Иакова мне явился и сказал, что выведет нас в эту самую землю обетованную. И ты со старейшинами пойдешь к фараону и скажешь, отпусти нас на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Бога нашему. Трудно сказать, насколько исторично эта деталь. Трудно сказать. Важна общая картина, что Моисей со старейшинами пытается у фараона отпроситься, уйти по-хорошему на три дня пути, чтобы принести жертву. Да, но фараон не позволит. Может быть, это несколько такой скорректированный рассказ о событиях, а может быть, просто записанный поздно, и поэтому целеполагание фараона, Моисея, народа Израилева, да и самого Господа Бога здесь могут выглядеть несколько несовпадающими. Вот, тем не менее, смысл в том, что Бог говорит, ты попросись у фараона по-хорошему, но знай, что фараон тебя не отпустит. Ну, тут говорят, там, я ожесточу сердце фараона, дальше, в следующей главе, и там, значит, я, в этой главе гораздо понятнее, я знаю, что фараон не позволит вам идти, но, тем не менее, пойди и это сделай. Не думай о том, что, а, как фараону убедить, как сделать так, чтобы он там позволил, все такое прочее. Господь говорит, ты иди, ты главное попытайся, попытайся отпроситься, чтобы фараон вас отпустил, он вас не отпустит, но твоя задача произнести эту просьбу, а не что-нибудь другое, вот Бог предлагает Моисею вполне себе ограниченную задачу, тоже, кстати, очень важная штука. И вот так, как мы видим, пытается Бог произвести спасение народа, осуществить, там в следующих главах будет разговор о том, как это в конце концов реализуется, избран отдельный человек, целый жизненный путь и сложный опыт, приводит его к тому, чтобы услышать Бога, Бог обращается к нему с просьбой, с призывом и вот открывает о себе чрезвычайно важные вещи и говорит этому самому человеку, Моисею, я буду с тобою, поэтому ты пойдешь и выведешь народ мой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова